друзья всем огромный привет огромный всем привет друзья наш отпуск почти закончился и что мы делали эти две недели эти две недели мы решаем мы решали кто из нас юли будет убираться в сарае но спустя две недели выноса мозга мы с антоном решили разъехаться пожить отдельно да и мы решили что его строительный инвентарь никак не сочетается с моим цветочно-огородным инвентарем и было принято решение что мне нужен отдельный сарай наша зона барбекю с каждым днем становится все уютнее и симпатичнее но почти в самом центре этой зоны стоит наш старый некрасивый сарай который мы построили 6 лет назад мой новый сарай это будет пристройка к старому сараю с отдельным входом и это еще один повод отреставрировать немного наш старый сарай чтобы он не так сильно выделялся в нашей красивой барбекюшной зоне а Что касается, друзья, самой стройки, то тут мы будем косячить, будем осознанно косячить. Во-первых, это всего лишь сарай, наплевать, строение не самое важное. А во-вторых, мы будем делать продолжение первого сарая, и нам нужно будет, ну, почти скопировать его, к сожалению. Сейчас бы я уже сделал по-другому, но 6 лет назад мы делали вот так. То есть нам нужно будет сделать такой же фундамент, нам нужно, чтобы у нас высота пола была одинаковая, нам нужно, чтобы у нас был угол крыши одинаковый и так далее. Но косячить будем, конечно же, до поры до времени, потому что, естественно, нам не нужны шатающиеся и скрипучие полы, а самое главное, нам не нужно, чтобы нам на голову упала крыша. То есть какой-никакой, но технологией придерживаться все-таки будем. И давайте начнем с фундамента. Фундамент у нас сегодня будет наипростейший, и будет он сделан вот из таких вот бетонных блоков 20 на 40. Я не знаю, что это такое, но это точно не газоблок. Газоблок довольно-таки легкий материал, а вот этот блок весит, наверное, тонну. Так как новый сарай – это продолжение старого, нужно, чтобы они были параллельные. Начинаем с разметки. Цепляем шнурку к самому дальнему углу нашего старого сарая. И натягиваем ее так, чтобы она касалась ближнего угла. У нас получается параллельная линия. Размер нашего будущего сарая будет 2 метра на 2,50. 2 метра – это потому, что старый был сарай, а 2,50 – это как раз длина листа ОСБ. Чем меньше обрезков, тем дешевле. Поэтому решили остановиться на одном листе ОСБ. Начинаем устанавливать блоки. Для этого прокапываем ямку глубиной примерно в штык лопаты. И на дно выкладываем геотекстиль. Дальше послойно укладываем песок. Положили песок, утрамбовали, пролили водичкой и еще дальше слой песка. И тогда тех пор, пока новый фундамент не будет в уровень со старым. Итак, столбы все выставили, все в уровень, диагонали проверили, все четенько. Начинаем напиливать наши доски. Субтитры создавал DimaTorzok Лаги пола мы будем делать из 150-й доски. Это нормально, чтобы у нас не прогибались полы. И в первую очередь, конечно же, так как они находятся слишком близко к земле, их нужно обработать огнебиозащитой, которой у нас, к сожалению, нет. Покупать 10-литровую новую канистру нет никакого смысла. Нам нужно ее совсем чуть-чуть. Поэтому будем обрабатывать оставшимся минеральным маслом. И да простят, друзья, меня наши подписчики деревенские, которые смотрят нас и говорят, зачем ты тратишь хорошее масло, приходи ко мне, вон я с трактора слил 100 литров отработки. Блин, ну, ребята, ну тут немножко совсем осталось, но не выбрасывать же ее. Я за отработкой лучше в другой раз зайду. Музыка Наши лаги будем крепить на 90-е гвозди. Будем это делать по технологии, по которой я не знаю, кто это сказал, но, короче, суть такая. Если 150-я лага, получается 3 гвоздя. Если 100-ка, то 2. Если 200-ка, то 4 гвоздя. Так что мы биваем в нашу 150-ю лагу по 3 гвоздя. Но, друзья, так как у нас нет обвязки, на всякий случай мы еще будем использовать вот такие вот скобы. Они же опоры, кто как называет. Потому что, по сути, наши лаги сейчас просто висят на гвоздях. Что будет там через месяц, через год, через три, никто не знает. А опоры это совсем недорого, но зато со своей функцией они справляются на 100%. А еще мы, горе-строители, забыли подложить рубероид между блоком и нижней обвязкой. Рубероид здесь обязателен. Он будет играть роль гидроизоляции. Сейчас обязательно все исправим. Ты, давай рвать. Давай пили. Не хочет, спротивляется. А еще, друзья, на всякий случай мы сейчас между лагами набьем бринджинги. Они же проставки, они же каратыши. Это нужно для того, чтобы у нас не пружинили лаги. И это нужно еще для того, чтобы на месте этих бринджингов будет как раз стык двух листов ОСП. Ну, тоже дополнительная упругость. Упругость, блин. Не помешает. Упругость. Юля, слышала? Слышишь? У меня будет упругий, женский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следующий этап, друзья. Накрываем наш пол плитами ОСП. Вот, собственно, и все. Сегодня мы будем делать наш сарай по технологии, которая называется технология платформа. Не самый лучший вариант с точки зрения ремонтопригодности пола. Это полный провал. Ну, юльки и так сойдут. Да, потому что именно уже на листы ОСП мы будем устанавливать наши стены. Когда сгниет ОСП на полу, поменять его, честно говоря, понятия не имею как. Ну и ладно. Сарай есть сарай, честно говоря. Новый построил. Да, вот. Естественно, два листа, между двумя листами мы оставляем небольшой зазорчик. И этот зазорчик будем промазывать акриловым... Силиконовым герметиком. А, силиконовым. Силиконовым герметиком, да. Хорошо, что мы его не покупали. Он у нас остался от стройки нашей бани. Кстати, перезимовал, прекрасно течет, замечательно. Да, и раз уж мы заговорили про баню... И раз уж мы заговорили про баню... Ну что, друзья, за последние полгода нам, наверное, под каждым видео с десяток раз приходит один и тот же комментарий. Почему вы перестали строить каркасную баню? В каждом видео мы это говорим, но в каждом видео нас не слышат. Поэтому давайте вот сейчас вот прям отдельно, да, такой маленький кусочек затронем в этом видосике эту тему. Ничего нового, друзья, я вам не скажу. Три месяца мы были на удаленке. Три месяца у нас мы были на самоизоляции. Три месяца мы получали половинку зарплаты. Поэтому у нас банально нет денег закончить стройку бани. Наша стройка бани переносится на следующий год. Вот и все. Вы можете сказать, блин, вот вы ездите на... Все лето, да, что-то покупаете. Доски, краску, кисточки, гвозди. Это все тоже денег стоит. Конечно. Но это просто капля в море от того бюджета, который нужен, чтобы закончить стройку нашей бани. По очень скромным подсчетам, чтобы закончить строительство, нам потребуется примерно 300 тысяч рублей. Сотка уйдет примерно на отделку, на электрику там и так далее. Сотка уйдет примерно на сантехнику. Да, потому что нужно будет делать и рыть септик. И сотка уйдет примерно на печку и на дымоход. На очень хороший дымоход и на среднюю печку. Вот и все, друзья. Залезть сейчас во все заначки, даже про те, которые Юля не знает, и потратить последнее. Ну нет, ребята, это нужно быть совсем ку-ку. Тем более сейчас говорят, что будет вторая волна этого коронавируса. Поэтому вот так вот. Мы нашу стройку немножко отодвигаем. Если нам повезет, а на дачу мы будем ездить еще весь август, сентябрь и октябрь, за это время мы установим печку, сделаем дымоход и будем приезжать зимой уже ковыряться в теплой бане, делать внутреннюю отделку. Но загадывать не будем. Вот так. Ну что, друзья, у нас уже стремительно темнеет. Наступил вечер, и мы вас всех приглашаем в нашу зону барбекю. Приглашаем. Сегодня готовим блюда средиземноморской кухни, и среди них маринованные кальмары на гриле, и к ним сделаем потрясающую итальянскую закуску. Пойдемте покажем. Ты будешь говорить? А начнем с закуски, потому что ей нужно время настояться. Тогда как кальм... А начнем, друзья, с закуски, потому что ей нужно время немножко настояться. Тогда как кальмары готовятся буквально 3 минутки, и мариновать их столько же. Прелесть этой закуски в том, что почти все ингредиенты для маринада мы собрали со своего огорода. Это свежая петрушка, чеснок, красный лук и, конечно, базилик, который мы в этом году посадили первый раз, но двух сотов, и все они взошли. Итак, основа нашей закуски – это, конечно же, свежайшие помидоры. Их нужно будет перемешать с красным луком. Следующий ингредиент – это свежий чеснок. Дальше, друзья, добавляем зелень в виде петрушки и двух видов базилика. Тростниковый сахар и немножечко бальзамического уксуса. Все заправляем оливковым маслом и оставляем в холодильнике буквально на полчасика. И наших закусках готово. Само собой, добавляем соль и перец уже по вкусу. А маринад для кальмаров еще проще. Нам потребуется цедра лимона, немножко свежей зелени в виде укропа и петрушки, капелька рыбного соуса, соль и перец. Вот и все. Ну что, друзья, давайте теперь перейдем непосредственно к грилю. Конфигурация у нас будет 50 на 50, то есть одна половина будет у нас с углем, вторая половина нет. Это нужно для того, чтобы не было прямого жара, чтобы не сгорели наши кальмары. И вот, друзья, смотрите, первый лайфхак. Во-первых, наши кальмары мы будем делать на шпажках. Обычно все шпажки нужно замачивать примерно полчаса перед каждой готовкой. Мы так не делаем. Мы покупаем целую упаковку, замачиваем ее один раз и оставляем в морозилке. Все. Наши шпажки в морозилке хранятся вечно. Это лайфхак номер один. И лайфхак номер два еще проще. Нам нужно сделать жароотражатель. Жароотражатель мы будем делать из самой обыкновенной фольги. Тем самым наши шпажки 100% не сгорят и не будет вот этого горелого аромата. Вот и все. И все. Само собой, кальмары, как и любые морепродукты, жарим по 2-3 минутки с каждой стороны, не больше. И наше блюдо готово. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, друзья, доброе утро. Утро доброе. Наверное, на сегодня с сараем все. Вы можете сказать, блин, чувак, а зачем тогда ты назвал видео «Сарай своими руками», если ничего по сути и не сделали. Ребята, наш отпуск закончился и начинаются суровые будни. А будни такие то, что в неделю у нас остался только один день, чтобы приезжать на дачу. Само собой, ничего за один день не успеть. Все. Спасибо, что досмотрели до конца. И всем пока. Пока всем. Пока-пока. Вечер, свечи, романтика, да? Что, Дань, да нифига подобного. Просто у нас идет ураган и уже 5 часов назад как вырубили свет.